Сначала мы планировали подготовить, с организатором разговаривать секцию по киберустойчивости, как бы по базовым понятиям, что это такое, детали, элементы и так далее. Ну, наверное, третья подряд киберустойчивость, секция. Хотя, в принципе, вся магнитка два дня, это им посвящена. Была идея потом отвергнута, и мы решили взять ее часть, поговорить. То есть, понятно, сайберрезайванс — это не только устойчивость к компьютерным атакам, это еще много слов про надежность, отказоустойчивость, функциональную безопасность и так далее, и так далее. И здесь такую проблемную область именно кибербезопасности с ОТП, потому что если недопустимые события в области большинства с ОТП случаются, то это приводит к каким-то действительно негативным последствиям для жизни, здоровья, в лучшем случае для бизнеса. Хотя проблемы для бизнеса тоже могут кончиться проблемами со здоровьем. Я переговорил со многими экспертами области, готовясь за месяц к этой секции. И мне много что говорили. К сожалению, не всех экспертов, иначе нас бы тут собралось много, наверное, эксперты сидели бы в зале, а зрители здесь. Удалось собрать. И если вырезать из проблематики то, что мне рассказывали, идиоматические обороты, то все равно остается несколько страниц с проблемами, из которых я выделил две. Это кадровая проблема, но о ней будут говорить отдельно, поэтому и не здесь. Не будем мы на это отвлекаться. И второй вопрос – это реальные проекты, связанные с импортозамещением. Импортозамещением средств защиты, импортозамещением паков, а самое главное – ключевого функционального софта. И поговорив с коллегами, каждый расскажет о определенном опыте работы с импортозамещением в различных отраслях. Нефтяная, газовая, электроэнергетика и так далее. Михаил, возможно, нас всех разоблачит, рассказав о проблематике в связи с УТП, как на самом деле импортозамещение идет, немножко интриги. И через реальные проекты попробуем показать, в чем проблема. Есть ли вообще, кстати, проблема, связанная с импортозамещением? В чем она выражается? В неправильно написанных буковках или действительно проблема глубокая? Намного ли она глубже, чем описывается? Каково ее место среди других проблем, которые сейчас стоят перед нашей страной в области обеспечения технологической независимости? Потому что импортозамещение – это что основного софта, что безопасности, это всего лишь один из обеспечений этой независимости. И я первым передаю слово Максиму Кандрову, генеральному директору компании «Гритс» и «Стемы». Коллеги, добрый день. Прошу поставить саму презентацию. Мы только раз готовились к секции, решили, посовещались немножко и определили, что первый раз я дам такую установку, сделаю доклад, грубо говоря, с полей, с цехов, с болот, с реплистных устройств и прочее. Наша компания, директором которой я являюсь, является интегратором объектов электроэнергетики в основном. И я расскажу, сделаю срез с теми проблемами, с теми вызовами и теми решениями, которые мы предложили в процессе выполнения наших работ. Первое. Есть особенность, сделаем срез, что это такое у нас. У нас объекты, которые сегодня мы импортозамещаем, и параллельно мы делаем их безопасными. Новые объекты, конечно, идут уже с отечественным софтом, с дополнительными какими-то функциями, но большинство объектов, на которых, по крайней мере, работает наша компания, это все-таки остатки прошлого, на котором мы имеем, что все-таки стоит импортная скада, импортные контроллеры и прочие проблемы, которые описаны на слайде. Чтобы решить и защитить СУТП, уже недостаточно просто такими бумажными оргмерами либо защититься на периметре, либо периметр периметра. Для того, чтобы более-менее эффективно туда влазить, нам необходимо лезть внутрь. Лезть внутрь очень глубоко. Поэтому у нас появился такой термин – инвазивные средства защиты, которые лезут внутрь СУТП, разрезают информационные потоки, разделяют сервера и контроллеры. И с этим связано, конечно, множество проблем, о которых сейчас я хочу рассказать. Первое. В чем у нас проблема, которую я хотел немножко посвятить, когда мы собирались? Первое – это простейший способ – это агенты резервного копирования. Вроде простая функция, простая мера защиты, но мы сейчас столкнулись с тем, что практически нет сертифицированных средств резервного копирования, сертифицированных средств защиты под Windows. Регулятор сделал такую позицию – все, никаких средств защиты под Windows, переходим на Linux, на наши решения и прочее. Но Windows, он на наших объектах присутствует, и более того, я скажу, что он еще в ближайшее время там останется. Мы не заменим 100 тысяч контроллеров Siemens, Kagawa и BB в ближайшее время. Даже если мы заменим систему верхнего уровня, перейдем на новые сервера, то эти контроллеры с большой долей вероятностью там все-таки останутся еще какое-то достаточно длительное время. Но если у нас есть контроллер Siemens, то нам нужно инженерное ПО, которое с этим контроллером работает. А это ПО под Windows. Поэтому я призываю, сделаю первый тезис, который хотел обсудить. Уважаемые разработчики средств защиты, пожалуйста, не бросайте свои решения для Windows. Более того, я, наверное, скажу крамольную мысль. Нам нужны будут средства, которые будут поддерживать Windows 11, возможно, Windows 12. Следующая проблема – антивирусы. Но тут все достаточно хорошо. Все, те проблемы, которые у нас возникают, они решабельны. К слову сказать, что у нас, можно сказать, на этом рынке сложилась монополия. Но, тем не менее, мы обладаем теми решениями, технологиями, которые эту проблему у нас успешно решают. Средства от несанкционированного доступа. Вот с этим немножко все посложнее, ввиду того, что эти решения очень инвазивные, очень токсичные. На нашей практике мы сталкивались с большим количеством проблем. В первую очередь, связаны, конечно, не с тем, что НСД плохо работает, а, скорее всего, связаны с тем, что системы управления, они собраны, ну, скажем так, недостаточно качественно. И при инсталляции НСД у нас очень много случаев, что система перестает работать, либо работает нестабильно. Поэтому мы для себя выработали следующее решение. Это обязательно проведение достаточно полного цикла тестирования, прежде чем поставить на боевой объект. Ну и по возможности все-таки, наверное, отказаться от НСД, в СУТП и принять компенсирующие меры. Модуль доверенной загрузки. Вот с этим у нас связана интересная история. Ну, во-первых, первая проблема – это совместимость. Все-таки контроллеры и сервера, они достаточно специфичные, достаточно редкие. Соответственно, производители МДЗ не всегда проводят тестирование с ними. Следующая проблема – не всегда их удается установить. Вот у нас недавно, месяц назад, был такой интересный кейс, с которым хотел поделиться. Объект второй категории, соответственно, там появились модули доверенной загрузки. Поставлялись новые сервера, новые компьютеры. Зная, что это будет у нас МДЗ, мы связались с поставщиком системы управления, взяли у него спецификацию того оборудования, которое он будет поставлять, взяли точную конфигурацию даже фотографии этой системы, мы получили серверов. Соответственно, выбрали модули, проверили, что все совместимо, что все это работает. По документации там и там, полно совместимо, все замечательно. Мы успокоились, но когда приехали на объект, она ждала неприятная ситуация. В том единственном PCI слоте, куда мы хотели вставить свои модули доверенной загрузки, стояла внешняя видеокарта. То есть интегратор столкнулся с проблемой, что встроенная видеокарта не тянет большой монитор, и просто взяли и купили внешнюю видеокарту. Вот теперь такая у нас проблема, которую, честно говоря, мы пока не знаем, как решить. Соответственно, какие варианты решения? Это, конечно, при проектировании, применяя все мер для того, чтобы такого не случилось. Но, как показал мой предыдущий рассказ, даже если практически все, что можно было предусмотреть, возможно, форс-мажоры. С программными модули доверенной загрузки тоже не все так просто, опять же, из-за того, что эти сервера достаточно специфичные. В том числе мы применяем промышленные компьютеры, которые упускаются малыми сериями, которых не столь популярны, и, как правило, вендоры не сильно заботятся, чтобы писать под них программные средства защиты. Система обнаружения вторжения. Но это, наверное, самая неинвазивная система, наиболее удобная и, мое мнение, наиболее эффективная. Тут основная проблема, если мы ставимся на достаточно старые объекты, это крайне неудобная, иногда невозможность делать спан-порты и зеркало-трафика. В том числе перестройка, переконфицирование рабочей сети не очень часто, но все-таки иногда приводит к проблемам. То есть появляются петли, мы что-то теряем и прочее. Соответственно, даже такое неинвазивное средство все-таки имеет воздействие на систему управления. Межсетевые экраны. Наш эксперт на оценке, наверное, самая большая проблема именно с внедрением вот этих средств защиты. Еще раз говорю, что мы вставляем межсетевые экраны, можно сказать, в самое сердце с УТП. Тут на схеме показана типовая схема для цифровых подстанций Росетей. Тут мы отделяем сервера сбора информации от контроллеров, от автоматических управлений выключателями и прочее. Проблема, с которой мы сталкиваемся, да, это в первую очередь не производитель, даже если у нас и сервер сбора информации, и контроллер от одного вендора, не документировано все необходимые информационные воздействия. То есть приходим на объект, опрашиваем, что вам открыть, там 102 порт, понятно, там SNMP. Все, сделали правило, часть функционала отваливается. Начинаем смотреть, выясняется, что там какой-то контроллер старой версии еще использует либо нестандартный порт, либо еще какой-то дополнительный информационный обмен. Ну, в принципе, эта проблема решается, в том числе, конечно, предварительным тестированием и анализом информационного обмена, который необходимо пропускать через межсетевой экран. Более серьезные проблемы у нас были, это когда мы использовали отказоустойчивый кластер. Все наши системы, по крайней мере, в энергетике, обязательно имеют дублированные сети, и поэтому отказоустойчивый кластер – это, в принципе, насущая необходимость. К слову сказать, что в любом случае, когда мы вставляем межсетевой экран внутри СТП, мы в любом случае снижаем надежность. То, конечно, это не сильно нравится заказчику. Как мы это решаем, наши проблемы? Подхожу к концу. То есть, ну, в первую очередь, именно для себя мы решаем. Это все-таки мы создали испытательную лабораторию, испытательный стенд, и прежде чем идти на объекты, мы максимально проводим все варианты испытания. Большинство проблем мы находим в процессе подготовки к работе, но, к сожалению, не все, и всегда на объекте возникает форс-мажор. Опять же, для решения этих проблем нам помогает наш испытательный стенд. То есть, мы повторяем ситуацию, конфигурацию объекта и максимально быстро решаем такие вопросы. Ну и следующий, который там, наверное, еще дальше обсудим, какие-то варианты решения, это, конечно, все-таки подготовка персонала, готовка кадров и другие вопросы. Все, спасибо за внимание. Спасибо большое, Максим. Сейчас Михаил Яс начал задам вопрос. Да, я хотел бы немножко добавить к выступающему. Мне просто приходилось сталкиваться с еще одной проблемой. Это когда полностью и железо, и ПО импортное в АСУТП. И причем, если это стоит на сопровождении фирмы-изготовителя, то они четко говорят, ребята, никаких лишних деталей. Никакого лишнего ПО. И вот как с этим бороться? Тяжело. Максим, я выделю три вещи системно. Первое. Отсутствие средств защиты сертифицированных под новые версии импортного ПО, которые есть и, скорее всего, будут, невзирая на все приказы и регламенты. Ну, наверное, есть вещи, где трудно отказаться. Второе. Понимаю несовместимость современных средств защиты. Я бы не сказал с устаревшим. С имеющимся оборудованием СОТП. А АСУшки у них в среднем сроке 10-12. Я знаю системы, которые реально 19-20 лет работают, уже можно понять. И третье, как я понимаю, это проблемы с конфигурацией. Системы, сетей, которые уже невозможно изменить. Я правильно понимаю, что большинство из этих проблем все-таки можно решить через проектирование, модернизации этой системы? Либо это все... Или это какие-то задачи нерешаемые есть среди них? Вот просто фундаментально не решить. Проектируй, не проектируй, тестируй, не тестируй. Все равно останется. Михаил, прям пророкационные вопросы. На нашем опыте были нерешаемые проблемы. Да, то есть тут приходилось, ну, грубо говоря, принять риски, либо, там, как выражение, мы иногда слона в ватой обкладываем. То есть наложили, то есть, ну, нельзя это разорвать связь. Вот есть у вас старая машина под Windows-мой к спину, на которую, ну, ничего не поставишь, ее никак не изолируешь. Ну, приходится вокруг нее какой-то контур делать, какие-то оргмеры и прочее. В большинстве случаев, да, можно что-то придумать. Вопрос, сколько это времени и сколько денег займет. И если нерешаемые проблемы, да, такие проблемы встречаются. Спасибо. О своем опыте, о решении расскажет Александр Смоленский. Поставьте презентацию, пожалуйста. Добрый день, Александр Смоленский. Очень рад всех видеть. На самом деле, по моему опыту, вот такие дискуссии, уже где-то после обеда, когда человек 50, они самые острые, самые откровенные. Это на самом деле здорово. Так вот, да, я должен начать с того, что я не специалист по безопасности. Я разработчик. Я возглавляю компанию, которая разрабатывает решения, как платформенные, так и прикладные, для управления производством в нефтегазе, нефтехимии. И, собственно, сразу скажу, что импортозамещение нас никогда не интересовало. Мы начали чуть пораньше. То есть мы начали году в 2016, потому что мы видели, что есть свободная ниша. В каком смысле свободная? В том смысле, что над датчиками, над АСУТП сразу зияет сияющая дыра. В том смысле, что есть несколько, очень мало, практически монополизированные рынки решений. Они все западные. И так или иначе, уже в году в 2016 было понятно, что, а, можно сделать лучше, б, появятся желающие покупать незападные решения. И, собственно, как показала практика, действительно, там вот в прошлом, позапрошлом году у нас на российском рынке, конечно, в некотором смысле бум. И в целом зарубежные страны тоже очень интересуются. И мы там подходим. СНГ, понятно, там уже просто идут работы. В дальних странах мы прорабатываем, какие-то первые пилоты ведем. Это тоже будет. Потому что все увидели, что необходимо иметь свою инфраструктуру. А наша логика, она всегда была, так сказать, устаревшей, консервативной. В том смысле, что, как вы знаете, все крупные решения требуют так или иначе сейчас, чтобы у них был доступ внутрь. Причем, что они делают, что они собирают и как, мы не знаем. Причем, я именно говорю о системах управления производством. Они очень часто идут с оборудованием. Мы же говорим по старинке. Нет, коллеги, вот мы вам отдали наше ПО, оно стало вашим. Мы не имеем и не хотим иметь никакого доступа, рубильника нет. И, соответственно, дальше вы можете сами его в некоторых смыслах развивать, вы можете его поддерживать, можете с нами дальше работать, тем не менее. Ну и, соответственно, это тоже важно для истории. Компания среднего размера, порядка 570 человек. В основном разработчики, собственно, такая среднего размера российская компания. Не самая большая, не самая крупная. Так вот, как не специалист по ИБ? Для меня информационная безопасность была, ну, каким-то одним из дел, вообще несущественным. То есть вот у меня там над платформой работает 120 человек, и у них есть там полтора ИБшника, которые что-то делают, в принципе. Пытаются защищать эту часть процесса, но вдруг, неожиданно, ИБ стало краеугольным камнем. И вот, собственно, мы с этим столкнулись, и надо как-то решать проблему. А с чем мы, собственно, столкнулись? С где-то весны 22-го года начались атаки. Атаки начались вообще на всех, в первую очередь на наших клиентов. Причем атакуют всех, атакуют там часто неумело, часто... Опять же, еще раз, коллеги, это мой взгляд. Я вообще на истину в последней ситуации не претендую. Но зато регулярно и настойчиво. Причем это часть проблем. Атакуют партнеров. То есть компании-разработчики атакуют тоже. И, как ни странно, как обычно, сапожник без сапог более успешно. То есть первого нашего значимого партнера, с которым мы работали по инфраструктуре, взломали в ноябре 22-го года. Там утечки не страшные, но, тем не менее, это как бы очень серьезный звонок. И когда он прозвучал, немедленно ужесточились правила по информационной безопасности непосредственно на производствах. И, соответственно, не то, чтобы это было как-то сделано, с моей точки зрения, по плану, аккуратно и так далее. Как, я не знаю, у каких-то специальных служб, например, у которых есть разные уровни угрозы. Желтые угрозы делаем то-то, красные угрозы делаем то-то. Просто то, что я увидел, уровень напряжения у производственного ИБ вырос на порядке. При этом необходимо контролировать. Все понятно. Понятно, что есть серьезная опасность остановки производств. А особенно, если речь идет о крупных производствах, там есть действительно опасность жизни и здоровью людей, нарушение действительно критической инфраструктуры. Тем не менее, ну как бы, так, задраиваем все задрайки, говорит ИБ. И начинает просто захлебываться, потому что идут проверки нового ПО, мы же одновременно хотим заменять, а при этом вот это самое новое ПО, которое несем, например, мы, надо как-то проверять. И, собственно, ИБ начало просто, там есть несколько примеров, там я три знаю, просто с которыми мы ежедневно работаем. Очень крупных предприятий. Начало просто захлебываться в том, чтобы попытаться сохранить свою инфраструктуру, при этом привносить новые софты в эту инфраструктуру. То есть внедрять новые отечественные решения. И это стало как бы большой проблемой. Кроме того, наши системы, они все в контуре, то есть они все внутри и в мир они не смотрят. Помните, я вам рассказывал только что про логику, что мы отдали, дальше это ваше, нам туда лезть не нужно и никому не нужно. Это все за периметром. Тем не менее, те требования, которые стали предъявляться, они стали и, наверное, разумно. Предъявляются таким образом, что, коллеги, нам все равно, что это все за стеной, что это внутри наших локальных инфраструктур, требования по безопасности, такие же, как если бы это был, прости господи, интернет-сервис. И это очень сильно поменяло наше отношение к разработке, потому что, как говорится, к такому меня жизнь не готовила. И есть там еще один аспект, который кажется важным назвать. Вот с моей точки зрения можно разделить, ну и, в общем, это тоже, когда говоришь со специалистами, они говорят, ну вот хорошо, есть бумажная безопасность, а есть реальная. Бумажная, она регулируется законодательством, реальная регулируется разумностью. И, соответственно, у нас и законодательство начало меняться, и отношение к разумности начало тоже очень сильно меняться. И в результате, что такое теперь бумажная безопасность, обычно это, вот у тебя идут проекты внедрения, например, у тебя есть какие-то пара специалистов, которые это сопровождают с точки зрения бумажной безопасности. А правила игры изменились, и они для всех сейчас разные, то есть мы в некотором находимся непониманием. Хорошо, вот на этом фоне, каких задач нужно достичь? Ну вот я выделил четыре. Продолжать те внедрения нашего софта, которые идут, при этом не срывая безумно сроки, а сроки поехали немедленно, потому что если у нас есть железные ворота, в которые ИБ не пропускает, если у нас нет понимания о том, что должно быть полного, то, естественно, сроки начинают ехать вправо. Возникает второй вопрос. Это генерит расходы, причем генерит расходы очень существенные для нас, собственно, для всех сторон. И вот надо понять, где эти расходы приземляться и как они будут компенсированы, например, в текущих проектах. Как вы понимаете, внедрение крупной инженерной системы, например, платформы, которая собирает со всех датчиков на очень крупном нефтеперерабатывающем заводе 400 тысяч сигналов в секунду, это дело не одного дня, она заменяет по систем какой-нибудь, который там 15 лет стоял и развивался. Дорого, и это долго. Соответственно, и дальше вопрос, как жить дальше, то есть как снизить стоимость в будущем внедрения и софта, потому что нам, оказывается, надо много чего дописать, и это повлияет на стоимость лицензии. И, собственно, как нам вообще системно построиться к новой реальности. Вот на последний вопрос у меня до сих пор полного ответа нет. Мы много чего делаем, я об этом расскажу, но не знаю. Не знаю, как полностью на этот вопрос ответить. Так вот, с точки зрения архитектуры, с точки зрения разработки, на самом деле, очень хорошо нам повезло, что мы, ну, этим мы собирались конкурировать с западными коллегами, в том, что мы на самых современных инженерных началах делали архитектуру своего ПО. То есть микросервисы, это очень хорошо, потому что коллеги, когда проектировали свои инженерные системы, а это было лет 10-15 назад, они пользовались другой архитектурой, и, соответственно, гораздо меньше было встроенной безопасности. То есть когда у нас есть кластеризация сбора данных, гарантированная доставка, там, резервирование интерфейсов, вот это все нормальная часть истории, когда вот у нас, вот видите на слайде черту слева у нас источники данных, АСУТП, интерфейсы, датчики, а справа кластера прикладных программ, которые лежат на платформе. Это, конечно, все ломается, это, конечно, все не идеально само по себе. Но, тем не менее, когда у тебя каждый сервис изолирован, обеспечить безопасность гораздо проще. А если посмотреть на современную архитектуру приложений, например, на производствах, микросервисов довольно мало, все к ним идут, но будут идти, с моей точки зрения, еще там десятилетия, а может быть больше. Так вот, вот этот архитектурный процесс надо как бы ускорять. Что к нему нужно добавить, чего у меня не хватало, когда я спохватился, уже было поздно. Нужна очень хорошая, очень продуманная ролевая модель внутри этих сервисов. То есть, причем, как вы понимаете, сейчас агентами, то есть ролями являются не столько или не только люди, а другие сервисы, что, в общем, кажется самоочевидным. Так вот, какому сервису что можно, это невероятно важно. У нас она, конечно, была, но она у нас была довольно примитивной. Ее пришлось расширить, уже было несколько релизов на наших продуктах, и она будет продолжать расширяться. То есть, про это надо думать сразу. Вторая история интересная, это, конечно, моя боль. Это автостесты уязвимости через сканеры. Если загнать, например, операционную систему Windows, не побоюсь этого слова, в сканер, он тебе выдаст там тысяч двадцать, наверное, уязвимостей без проблем. Естественно, в нашем коде, причем сканеры еще разные, и eBay любит попробовать разные. И, соответственно, ну там, пожалуйста, вот у тебя кусок кода, там какая-то платформа, два миллиона строк, это много. И там будут тоже тысячи уязвимостей. И eBay завода говорит, слушайте, а давайте ноль. Давайте, только это займет бесконечное время и будет стоить бесконечных денег. И на самом деле, ну это невозможно в реальности. Опять же, это мое мнение. Соответственно, очень много времени уходит на то, чтобы их отранжировать, отсортировать, понять, с чем не нужно бороться, где нужно, как очень правильно выразился коллега, принять риски, а где действительно нужно править. Так вот, с этими автотестами надо работать, и самое главное, хотя бы договориться, какие мы используем. Потому что если каждую неделю мы будем их, ладно, каждую неделю, каждый квартал мы их будем менять, то тяжело. Да, ну и планирование релизов. На самом деле, конечно, мы жили, еще пару лет назад мы жили в шикарном мире, где мы могли agile, давайте раз в две недели накатывать какой-нибудь релиз, ну, понятно, не в продуктив, но в тестовую, припродуктивную среду. С этим можно попрощаться навсегда. Это не вернется никогда. Понятно, что патчи безопасности выходят, когда они выходят, но мажорные релизы, это моя мечта, это раз в квартал. Нет, два раза в год, на самом деле, один раз в год. Это сильно меняет задачи планирования, это сильно меняет подход к разработке. То есть мы возвращаемся несколько назад. То есть agile, он, наверное, может работать внутри компании-разработчика или внутреннего интегратора, крупной производственной, любой компании. Но когда мы переходим через барьер, этот переход каждый раз, как переход через Альпы, это очень много времени и много денег, поэтому релизы придется планировать. В результате, какие организационные изменения мы внесли, и на самом деле, коллеги, если вы хотите что-то добавить, это будет очень полезно, потому что я действительно ищу ответы на этот вопрос. Во-первых, в новых крупных проектах внедрения, которые сейчас начинаются, у нас трек ИБ начинается с первого дня. Как было раньше? Раньше, хорошо, вот мы начали что-нибудь планировать, что-нибудь тестировать, пилотировать, и где-то там через полгодика плюс-минус подключается ИБ, когда пора куда-то ближе к продуктивным средам лезть. Сейчас не так. Сейчас у нас трек ИБ всегда с первого дня. Первое, с кем мы, когда мы понимаем, что мы будем внедрять систему, мы идем обниматься с местными коллегами, которые обеспечивают информационную безопасность, просить у них требования, договариваться о сотрудничестве и так далее. Вот это как бы, это мы наладили, это хорошо, уже несколько крупных внедрений так началось, и это, я тоже думаю, что никогда не изменится. Как ни странно, про сертификацию сегодня мало говорили. Сертификацию надо делать. Причем мы тоже чуть-чуть каким-то, чуть-чуть начали заранее, но, в общем, с точки зрения бумажной безопасности, как я это сейчас понимаю, опять же, коллеги, ваше мнение очень интересно. Сертификаты повышают вероятность и доверие к, вот, в части бумажной безопасности. В результате, как это называется, по принципу покемонов, собери их всех, я вот собираюсь собрать все встековские ФСБшные сертификаты, какие возможные, какие-то уже собрал, но какие-то, к сожалению, довольно долгий процесс. На самом деле, ну, кроме шуток, это еще и довольно полезно. Когда мы начали оплаять требования, вылезло, что мы действительно внутри себя не были безопасны. безопасны. И это следующий пункт. Нужно защищать свой периметр гораздо лучше, чем мы это раньше делали, особенно компании, когда маленькие, когда они там так стартовали, а мы, на самом деле, не очень давно существуем, мы там очень быстро выросли, там с нескольких десятков, да, вот сотен человек, уже там полтысячи. Естественно, все это как бы по-семейному, на флешечках, на домашних компах. Нет, мы в целом профессионалы, то есть там бэкопирование, как раз депозитарий, все это было довольно быстро, появилось. Но, тем не менее, защищать себя надо, этому, как мне кажется, разработчики значения придают очень мало. Ну, мы же все знаем, что нам, мы вообще, может, Windows'ом не пользуемся. Да, и с партнерами, вот, потому что вот платформенные решения подразумевают, что партнеры ставят свои другие прикладные решения поверх платформы. И партнеров ломают только в путь регулярно. Последнее было взлом крупного нашего партнера, который работает у нас же на заказчиках, там было несколько месяцев назад. Опять утечки какие-то, ну, несущественные, но, тем не менее, все очень-очень напряглись. И, соответственно, теперь партнерам надо предъявлять тоже свои какие-то требования. То есть как-то транслировать требования заказчиков на партнеров. И это непросто, потому что это значит, что нужно сформировать разумную компетенцию по этим требованиям. Так мы их просто как бы отбиваем, а дальше теперь надо понять, что действительно нам надо требовать с партнера, а что не нужно. Ну, и последнее, коллеги, с точки зрения стоимости. Вот вся эта история, а она окажется с нами теперь навсегда, она приводит к тому, что в человеко-часах стоимость внедрения вырастает, ну, где-то на четверть. Это много, потому что эти внедрения изначально были недешевыми. С точки зрения лицензий, я пока не посчитал. Там рост будет явно меньше. Но когда, например, Минцифра приходит к нам и говорит, что «Не, ребят, вы там центы на лицензии не повышайте», хорошо, но есть нюансы. При том, что, да, эти цены на отечественные решения, то есть мы же сравниваемся, как я и говорил с самого начала, мы сравниваемся с западными аналогами. И там на зарубежном рынке мы все равно, ну и на российском просто нет конкуренции сейчас, но мы все равно там на 50-70% дешевле, особенно с учетом курсовой разницы. И, собственно, да, это безопасность стоит денег. Кажется, я узнал это болезненным путем и, соответственно, вот ожидаю, что это будет дальше с нами. У меня все. Спасибо. Спасибо большое, Александр. Ну, по праву ведущего первым задам, да, вот. Аплодисменты также, да. Я правильно понял два момента? Первое. Несмотря на развитость всей этой базы, ваши крупные заказчики выставили вам незначительные требования ИБ проходящие, которые на лету они усилили и заменили. Так сложилось впечатление? Это первое. Там на самом деле как бы поменялась вообще вся жизнь. То есть вот, например, ладно, парни, мы с вами там давно работаем, мы знаем, где вы живете, вот вам учетки на проде, накатываете, а то мы как бы, ну, как бы, в новое ПО, сейчас вот это, пока наша служба научится все это делать, давай, а теперь, как бы, нет, ребят, все, вот вы пока наших сотрудников не научили, мы вас не пустим. А требования к системе на ходу усилия изменились? Да, это как бы первая болезнь, вторая. А вторая болезненные требования, это то, что да, то, что требования к системе. О, парни, слушайте, вот у вас там была какая-то ролевая модель, а давайте-ка на нее посмотрим теперь, наконец, и узнаем, что там, там был фестиваль и кан-кан, и в целом, там разделение ролей было сделано, скажем, не идеально глубоко, и теперь давайте быстро делать, а то мы не можем продолжать. И так далее, и так далее. Ну, увидев у вас девопс и сканер, я понял так, что вы внедряете, или внедрили методы безопасной разработки, внедряем еще, мне кажется, мы еще туда не пришли, мы много чего внедрили. Я сейчас веду дальше. Я правильно понимаю, что вы пошли по пути создания собственных механизмов безопасности, внутренних, и, судя по словам сертификата в стек, вы их сертифицируете, эти механизмы, или вы идете на интеграцию с какими-то внешними средствами защиты? Я сейчас к четвертому вопросу веду этим. Я понял, да. Смотрите, кажется, что нужно идти по обоим путям, обеим путям. В том смысле, что мы идем на интеграцию со средствами защиты, но, как мы выяснили экспериментальным путем, если ты разрабатываешь небезопасно, то ты потом не можешь обеспечить грамотную интеграцию с этими средствами защиты. Мы не хотим становиться ибэкомпанией, и мы не хотим писать средства защиты для своих продуктов. Это, конечно, внешние. Речь идет о том, чтобы реформировать саму структуру без разработки таким образом, чтобы обеспечить нативную безопасность, насколько это возможно, но это нисколько не умаляет необходимости внешних средств. А можно ли сказать, что события последних двух лет впрямую или через заказчиков, скорее, через заказчиков, заставили вас прийти к необходимости создавать софт в защищенном исполнении, secure by design, подходить методами и так далее, и так далее. С нуля ничего не знаю безопасности. Два года жестоким методом прийти к этому выводу. Мне кажется, вся моя история была ровно про это. Понятно, что не то, чтобы мы совсем ничего не знали и совсем как бы были... Мы не утрируем наш разговор и потом вернемся к дискуссии. Я вижу, у нас идет бодро и время на дискуссии еще останется. Ирек, расскажите, пожалуйста, об опыте, как я понимаю, импортозамещения в нефтяной промышленности или в химической? Это нефтепроработка, но там еще есть кусок с газом связанный. Смотрите, я расскажу наш опыт. То есть, тоже представлюсь. Компания селсистемной технологии, мы системный интегратор и интегратор ИБ, еще и интегратор физической безопасности. Речь пойдет о неком предприятии, о нефтеперерабатывающем, у которого есть, кстати, к слову сказать, он уникален тем, что у них есть... Это комплекс заводов. Один из заводов это комплекс по переработке тяжелых остатков нефти. И вот эта технология, она в России уникальна. То есть, по сути, они из гудрона делают потом светлое моторное топливо. Просто для понимания там, по-моему, 220 атмосфер. То есть, как бы достаточно... Может рвануть, да. Вот. Смотрите, с чем мы столкнулись. Сам заказчик стартовал этот проект еще в 21-м году. Скажем так, инициировал, да. Но потом, как бы в феврале вот этот вот лебедь вот этого черного цвета прилетел. Они стали выбирать себе подрядчика и, в общем-то, выбор остановили на нас. И с чем мы столкнулись? То есть, важно сказать, что у них практически там 80% построено на Икагава. Вот. Было некое проектное решение, которое мы взяли за основу. Вот. И мы хлебнули как бы полной чашкой вот эти все грабли. То есть, наступили как бы их... Вот эти все грабли увидели, да. Во-первых, это все наблюдали. Это массовый исход западных вендоров. Российские вендоры свалились как бы с повышенным спросом, да, там, и мы совместно с ними там пытались как-то все это отработать. Вот. И, в общем, все это как бы наложило там определенный отпечаток. вот я сейчас попробую немножко поподробнее рассказать. Столкнулись с чем, да, то есть, наш вот этот вот уважаемый этот проект на документацию, который был написан вот этими специалистами и Кагава, например, какие-то вещи в принципе не учитывали. То есть, мы выяснили, что есть самописный софт, в том числе написан, например, на неподдержанной операционке там Windows XP, и с этим, по сути, почти ничего нельзя сделать, кроме как ограничиться оргмерами. Есть определенные неточности в техническом проекте. Вот, не знаю, кто-нибудь из вас сталкивался, нет, вот есть оптический патчкорд длиной 100 метров. При этом в проекте он был как для внутреннего исполнения, тут получилось, надо было два здания соединять между собой, то есть, по сути, это уличного исполнения, это как бы тоже накладывает, да. А было еще одно ограничение, я не знаю, вы помните или нет, в конце года там несколько заводов нефтеперерабатывающих встали на плановый ремонт, у них так называемое технологическое окно, и был дефицит бензина, ну и солярки. Вот, здесь мы тоже с этим столкнулись, потому что, повторюсь, это комплекс из нескольких заводов, и нам разрешали работать только в эти технологические окна. И, по сути, счет шел даже не на неделю, не на дни. То есть, это тоже достаточно такая нервная штука. Также мы с чем столкнулись, вот, коллеги до меня рассказывали, четырехузловой кластер, выяснилось, что наши российские межсетевые экраны не поддерживают такую конфигурацию, и, по сути, это только максимум кластер из двух узлов. То есть, приходилось искать вот такие всякие разные обходные, скажем так, пути решения совместно с вендорами, но в целом, как бы, смогли это дело победить. Насколько это было возможно. Вот. Но сейчас проект уже завершен. Мы смогли как бы его реализовать, несмотря на все эти сложности, в сроке. Вот. Заказчик доволен. И дальше мы планируем двигаться уже как это, вглубь, вширь, и так далее, для того, чтобы заказчик дальше чувствовал себя как-то более защищенным, к ним не приходили с вопросами, почему вы не защищаете свою критическую инфраструктуру. Я правильно понимаю, была Яка Гава, она была заменена на российский софт, да? Нет, само СУТП не трогали. А само СУТП? Потому что часть самописного не совсем понятна. Просто они, сам заказчик, часть каких-то отчетов писал сам. Естественно, средства защиты информации об этом софте ничего не знали. А с Яка Гавой вы как-то согласовывали испытания, внесение изменений? Были какие-то моменты с трудностями, либо они с радостью пошли? Смотрите, если вы помните, в какой-то момент Яка Гава в России просто встала и ушла. Вот поэтому и спрашивали. Поэтому, да, мы сделали как бы следующую историю, да, то есть, повторюсь, мы же как бы eBay-интегратор, мы пригласили экспертов, то есть компанию, которая специализируется именно на Яка Гаве, и вот они как раз нас консультировали, мы совместно с ними это дело как бы вот дальше точили. То есть, получается, главный инженер, главный технолог, по сути, взяли на себя ответственность на внесение изменений в систему, управляющую ключевыми процессами. В том числе, да. Это редкий случай. Обычно спрашивают, ты внедришь свои железки с безопасностью, кто потом за продукцию отвечать будет. Для нас как раз в том и уникальность была, что обычно, наоборот, приходит компания СУТП, берет, условно говоря, неких там экспертов по информбезопасности, вот, но вот после 22-го года, видите, получалось, ситуация на 180 градусов поменялась, да, получается, что мы были, по сути, генподрядчик, который взял на субподряд компанию экспертов области СУТП. А как проводилась приемка? Это была как часть приема сдаточных испытаний для СУШки? Это была какая-то оценка соответствия по собственной методике? Это может была аттестация по методикам в стек, вот примерно, чтобы вам акты подписали, да, в результате, оценить уровень безопасности? Нет, смотрите, аттестации никакой не было. Было порядка 30 технических актов, ну, то есть на каждом заводе, на каждом производстве, как бы, люди со стороны заказчика все полностью проверяли, что функциональность не нарушена ни в коем этом, и сравнили все это с проектной документацией. То есть это тоже был определенный квест, потому что это декабрь. Да, я спрашиваю. А, это еще и декабрь было, да? Конечно, конечно. Поэтому вот у нас этот незабываемый проект, очень незабываемый опыт. И жители остались в этом городе, и вы не боитесь туда заезжать? Немножко так провокационно спрашиваю. Ну, 220 атмосфер. Нет, коллеги, на самом деле, вот уникальнейшая вещь, прежде всего, что владельцы бизнес-процесса и владельцы установки взяли на себя ответственность, пустив туда безопасников, да, причем без вендора, и сумели, ну, жизнь их заставила, да, и сумели заказать, спроектировать вместе с коллегами, и принять, и система работает, да. Вот из моего опыта обычно, как, ключевой вопрос, кто будет отвечать после того, как вы все внедрите? Не вы, а я, идите отсюда. Максимум, вы беспилотного проекта проводили, сразу дозялись внедрять? Нет, но мы же, смотрите, мы же, само СУТП как система, мы не трогали, мы же строили систему защиты. Я понимаю, да. Мы, по сути, да, но, повторюсь, это же, как это, это же не просто там, вот проект написан, и мы вот строго по бумажке делаем, абсолютно нет, абсолютно нет, было очень много вот этих вот скелетов в шкафу. На ходу приходилось решать, Конечно, конечно, более того, у нас было, вот как раз там в ноябре было совещание, где генеральный со стороны заказчика собрал там главного технолога, главного айтишника, главного ВБшника, и вот все, всю свою рабочую группу, и как бы приехали мы, Ну что, правильно, что мы выбрали ICL в качестве подрядчика, есть к ним вопросы, есть какие-то замечания, идем ли мы вовремя, как у нас там с ПМИ и всем прочим, и к нам серьезных замечаний не было, я повторюсь, мы успели сделать сроки. Это КИИ были объекты? То есть категория имел этот объект, имеет категорию? Конечно. То есть это значимый объект КИИ, да? Конечно. Категория у него. Серьезно. Да. Вот такой вот у нас был опыт. Да, я, кстати, не сказал, вот у нас на самом-самом первом слайде, если QR читается, у нас есть официальная группа в Telegram, такая вот секунда рекламы, то есть можете подключиться, у нас там есть ряд как бы таких, как сказать, историй волшебных больше. Пожалуйста, welcome. Ну, если коротко, то так. Да, спасибо большое. Спасибо. Похлопаем. У нас вот три проекта самых разных, но все с положительным, да, и с оптимизмом мы смотрим, с положительными решениями, и даже невзирая на вот проблемы, которые сказал Максим, все равно движется. Спытательная лаборатория, я сам довольно много занимался пилотами, и оценка совместимости, вот, могу оценить все три истории, насколько это было сложно. Теперь о проблематике импортозамещения. Ну, без слайдов, да, Михаил? Нам рассказывает Михаил Кашаев, он здесь выступает, он специалист в сфере безопасности связи, он выступает в данном случае как независимый эксперт уже от себя лично, не от предприятия. Да, я на данном мероприятии сам по себе. Собственно говоря, проблемы импортозамещения у нас складывается из, скажем так, следующих вещей. Первое. Операционные системы. Операционные системы все импортные, до единого. У нас есть две операционных системы, которые зарегистрированы в базе данных ПО, но на них никто не работает. То есть они узкоспециализированы. Михаил, не соглашусь, потом добавлю. Ставим меточку. Дальше. Средства разработки. Все импортные. То есть, что бы мы ни программировали, мы программируем на чужих технологиях. Средства компиляции. Все импортные. Даже сертифицированных нет. Импортные технологии. То есть, если мы хотим решить проблему импортозамещения, мы должны начать с нижнего, с самого нижнего уровня. Я не беру разработку, как говорится, своих процессоров, потому что, скажем так, это совсем длительный процесс создать свою микросхему. Но хотя бы ПО, в принципе, наработки-то есть старые, еще с советских времен, наработки ПО. То есть, технологии есть. Их надо приводить к реальности. Ну, например. Например, я бы, честно говоря, рекомендовал бы Минцифр объявить конкурс. Выбрать там четырех разработчиков. Дать им денег. И сказать, ребят, вот через три года, через пять лет, вы должны представить систему. Представили? Молодцы. Не представили? Денежки обратно. Ну, я утрирую. Ну, Эрфорит грант выдавал очень активно. Я как эксперт Эрфорита говорю об этом. На самые разные проекты. То есть, грубо говоря, люди знают, что они работают за деньги, они разрабатывают новую технологию, которая потом превратится в операционную систему, в язык программирования. Михаил, вы имеете в виду, то есть, создавать технологии для компилирования средств разработки и так далее? Надо создавать свои технологии. Вот, насколько я знаю, это сушил. Это дорого, это долго, это муторно, но это надо. Мы рано или поздно придем к этому. Испайран не этим занимается? Испайран вместе со стек. Я довольно много слушаю. Жизнь заставит нас рано или поздно, потому что с тем же линуксом, да, ну, у кого есть гарантия, что завтра госдепартамент не придет к владелию, к разработчикам линукса и скажет, ребятки, вот вам денежка, сделайте патч, который получат все на свете, а потом по эпичнику посмотрят. Россия, Россия, хлобыст, все. Ну, с некоторыми системами так и произошло. Так и происходит. Да, я отвечу на этот вопрос. Насколько эта проблема появилась реально, то есть в опенсорс начали впихивать зловреды, что, вот, пойму и развязать, что мы сделали? Зачем верно. Мы сделали отстойник, то есть любое опенсорс, да, мы закидываем. Во-первых, сообщество, причем мировое, не только наше, но и наше российское тоже осматривает и обонюхивает и тестирует и через некоторое время, ну, что-то мы сами смотрим и рассказываем, становится, ну, стопроцентных гарантий нет, но становится понятно, есть там что-то или нет. Вот мы таким образом успеваем. Хотя бы, скажем так, успевайте тормознуть это распространение. Вот, то есть мы рано или поздно, но мы столкнемся с этим внешним противодействием и чем больше напряженность у нас будет между United States of America и нами, тем выше риск возникновения этих ситуаций. Они нас с санкциями будут давить и дальше, дальше и больше. Пока мы не создадим свою технологию, это вот операционная система, нам нужна своя технология в сетях передачи данных, потому что мы не знаем, где гуляет информация. Работая с интернетом, мы не знаем, где она гуляет. Она гуляет в 99% в штатах. Мы не знаем, где конкретно, но знаем, что не у нас. Она не у нас. Она нами не контролируется в процессе передачи данных. Зачастую. Но я не беру выделенные каналы, которые зашифрованы по ГОСТу и далее, 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 и далее. Основная масса потребителей сидит на открытых каналах. Где гуляет информация? Мы не знаем. Что с этой информацией происходит, пока она гуляет? Мы не знаем. Это проблема. Но я опять же немножко перебил. То есть, то, чем занимается SP-RAN, создавая там два линукса, защищенных в последующем библиотеке, методы разработки, но раз это не начало создания подобных технологий, а в области связи аналоги ведутся какие-то, Михаил? Вот в основном-то и дело, что аналогов-то пока нет у нас. Их надо создавать. Ну, а в чем это выразится? Создание собственных протоколов каких-то. Создание своих протоколов, да, которые бы проходили через уже существующие структуры, но были бы защищены. Но опыт показывает, да, что выживают не лучшие решения, выживают наиболее дешевые решения. Не получится ли, что создав свой протокол, мы как раз понизим защиту и так далее. Как ты смотришь на это? Дальше. VPN, которые мы все используем, да, не сегодня-завтра Роскомнадзор нас закроет. Как говорится, звоночек уже зазвучал там. Только непонятно, как на GitHub будем ходить. Непонятно, как... Даже если его весь выкачали уже, Пока непонятно, как это будет реализовано физически, да. Но в конце концов у нас могут даже просто законодательно запретить, что типа никаких VPN-ов. Придет служба к вам на работу, посмотрит, а, VPN есть, ходи сюда, плати денежку, штраф. Ну, то есть, как бы вот это. Следующий нюанс, который мы должны четко для себя принять и пользоваться этим, это, прежде всего, рискоориентированный подход к проблемам защиты. То есть, мы можем тупо просто исполнить там 31 приказ по СУТП, там 187 закон, это тупая бумажная защита, да. Ну, как говорили на второй секции, да. Это бумажная защита как таковая. Но мы должны понимать, что бумажкой мы СУТП не закроем в чистом виде. Потому что, если СУТП имеет выходы во внешний мир, да, подключение к интернету, там, для получения каких-то данных или для обмена данных с другими предприятиями, это уже дыра. Ну, смотри, я могу выделить, что вот изначального тезиса, который мы в том числе хотим обсудить, да, импортозамещение, технологическая независимость. Переходим полностью на собственную разработку защищенных платформ. Но она на самом деле будет долго дырявой до тех пор, пока мы не создадим свои средства разработки, компиляции и так далее. А так я понимаю, что вот это одна из фундаментальнейших проблем. Да, так оно и есть. Потому что ни один программист не знает, что происходит внутри компилятора. Где гарантия, что этот компилятор заведомо не запрограммирован так, чтобы добавлять маленькую фишечку? 25-й кадр, по которому потом вот яркий пример Буря в пустыне. Все помните такую военную операцию штатовскую? Тогда по сигналу со спутника было заблокировано все ПВО Ирака. По одной простой причине. Там было французское ПВО. Один сигнал со спутника, все ПВО встало в стране. Они бомбили как хотели. Где гарантия, что то ПВО, на котором мы работаем, не имеет таких же вкладок? У меня нет таких гарантий. Ну, наше ПВО, насколько я знаю, без импортных компонентов. Ладно, мы оборонку не будем обсуждать, а то вдруг проговоримся о чем-нибудь, да? Александр? Да, смотрите, я хотел сразу прокомментировать. Я с вами идеологически полностью согласен. Я согласен, что нужно делать именно так. Реально это очень тяжело. с точки зрения прагматики это не тяжело, это невозможно. Я поясню, почему очень коротко. Смотрите, вот есть, например, просто мы стоим на плечах гигантов. Есть библиотеки, пусть она там проперть ее в какая-нибудь лаборатория США Инг, но мне нужно сортировать массив, мне нужно вызвать системное время, мне нужно, не знаю, получить псевдослучайное число. Я с удовольствием эти все функции, они простые, понятные, напишу, но они были написаны 20 лет назад. Если я их буду переписывать, у нас не хватит никаких денег и никаких кадров на это. Это во-первых. Ну, а во-вторых, то есть, мне кажется, что прагматика в том, да, что при этом, значит, двери забивать как бы газетами, эти входные группы, значит, забивать там, где можно и нужно досками и так жить, потому что это вот, ну, 40% ядра Linux, а, кстати говоря, ядра Windows примерно тоже, ну, то есть, наверное, Windows 60, а Linux 40, это и бывшие СНГшники, то есть, писали все там наши люди, это реально так. И, как это называется, взять сейчас ядро Linux, которое известно, что стабильное, перенести к себе, назвать его, как это называется, астролинукс, и дальше его уже вести самому, так же, как и с компиляторами, это гораздо, просто несравнимо дешево, чем делать с нуля. Не, а можно ли так сказать фундаментально, что, с одной стороны, мы не можем ждать, когда появятся доверенные средства разработки, да, и можно ли сказать, что мы все-таки снижаем риск технологической зависимости, разрабатывая собственные защищенные средства, сертифицируя их, пусть на определенном уровне доверия, и пусть на недоверенных средствах разработки, а другого пока выхода нет, наверное, третий вариант какой, ничего не делать. Третий вариант, ничего не делать. Нет, это первый вариант, второй вариант, это вот как приводил пример Александр, можно, нет, можно сказать, четвертый, ничего не делать, третий вариант, оставлять, сверху навешивать свое СЗИ, но навешанное внешне, оно все равно, технологии, опять же, чужие. Оно не касается технологии, и все равно остается возможность выключить, да, эту систему, если кнопка обновляют, либо ее туда добавят при обновлении. Ну, коллеги, не надо тоже демонизировать, да, вы абсолютно правы, там чужое оружие, сложное оружие по своим не стреляет, это факт, и много еще чего есть, и электроника все равно лежит в базе, и чипы, которые наши китайские товарищи, они сразу идут с закладками, скажу честно. Я к тому, что нет, можно контролировать трафик, есть контрольные суммы, есть СМ, вот эти системы, вот это ваше, там и можно реально приложить и смотреть, чтобы не утекало, это все равно, ну, реальнее, чем переделать с нуля, хотя, конечно, переделать с нуля было круто. Мы сейчас рассматриваем в принципе, да, проблемы, которые у нас существуют. Ну, не только в принципе, мы их решения на конкретных примерах рассматривали, в том числе и методы. Коллеги, может у зала есть вопросы, уже у нас первая сессия, где остается время на вопросы с залом, мы так все проговорив, обсудив, очень дисциплинированно рассказали все ключевые моменты, как мне кажется. Да, у нас в зале работает специальный сотрудник с микрофоном, поднимайте руки, она к вам подойдет и сможете задать интересующие вопросы. Вот я вижу. Пожалуйста. Здравствуйте, коллеги, Роман Карпов, аксиум GDK. Мы как раз, в общем-то, занимаемся разработкой open-source, open-gdk. Но немножко не про это, я хочу добавить вот по поводу Испрана и Linux, тут очень активно дискутировали. Испран не создает безопасный Linux. задача Испрана совместно совместно с Австеком разметить его и предложить инструменты для сертификации. Там не будет готового продукта, который будет там супердоверенным. Это просто подход, который позволит переиспользовать участникам сообщества результат совместной деятельности для цели сертификации. Но в рамках этой работы находится уязвимость, и мы, в общем-то, в этом центре по изучению Hydro Linux тоже активно участвуем. Исправления, они есть, и более того, они отправляются обратно в сообщество международное. И это очень важно. Нам не нужно отгораживаться от всего мира, нам просто нужно научиться осознанно работать с этими открытиями технологиями. Не просто вот как, ну вот в моем мире есть два вида разработчика. Разработчик-пользователь и разработчик-разработчик. Разработчик-пользователь это сейчас 70% рынка. Они набрали блобов готовых библиотечек, сделали информационные информационную систему, и в принципе бизнес доволен. Он зарабатывает деньги, но он не знает, что внутри там куча дырок, еще чего-то. Его это как бы не сильно парит, пока его там не вкрячут. А разработчик-разработчик это тот, кто взял исходный код, он понимает, как он работает, он проведет там статический, динамический анализ, соберет безопасным компилятором, который тоже делает ИСП. Да, он медленный, да, он там плохой, но он действительно позволяет гарантированно два плюс два получить четыре, и это тоже важно. И разработчик-разработчик вот это все сделает, и эту библиотечку он уже будет использовать осознанно и понимая. И вот как раз смысл происходящего сейчас вот в инфобезе научить всех и разработчиков коробок, и интеграторов относиться к опенсорсу не как к чему-то, что это просто есть, а осмысленно с этим работать. Спасибо. Да, Роман, спасибо большое за комментарий. Говоря про безопасный линус, я как раз имел в виду, что два вида ядра планируются, насколько я помню, комплект библиотек, из которых уже разработчики будут собирать свои решения. Но это и есть основа. Но с другой стороны, мы понимаем, Михаил, что 100% безопасности не бывает. Даже в выключенной системе. Вот поэтому я и начал говорить про рискориентированный подход к безопасности. Она всегда до определенного уровня есть. То есть надо смотреть, какие существуют риски, принимаем мы их или боремся с ними. Да, коллеги. Есть ли еще вопросы? А вот еще вопросы? А, ну давайте. Добрый день, Клочков Антон, компания СЕЛ. Больше не вопрос, хотел дополнить с Максима Никандрова относительно тестирования и поиска совместимости конструкций, когда железо плюсов, там модуль доверенной загрузки. Мы с компанией «Газонформсервис» сейчас плотно как раз работаем по поиску совместимости их программного обеспечения с нашим оборудованием. Компания СЕЛ производит и серверы, и компьютеры, и так далее. Все те проблемы, которые вы обозначили, не имеют места быть. И действительно, здесь очень важна связка, когда есть техническая лаборатория, то есть те, кто производит оборудование, имея выход на производство биоса и так далее, они взаимодействуют с разработчиками. И только тогда совместно в едином порыве это можно все сделать. А разработчики откликаются на ваши задачи? Им это интересно? Потому что я сталкиваюсь с этим ситуацией, когда говорят, заплатите, тогда мы доработаем эту систему, а так нам это не нужно. Не в данном случае со СОТП, я с телекоммуникациями сталкиваюсь. Нет, безусловно, заинтересованы, потому что сейчас рынок меняется, весь рынок вынужден подстраиваться, и производители софта понимают, что если они не будут играть по правилам, то есть они не помогут, значит они останутся за бортом. Но это софта, а железо, если? А железо мы сами? Конечно, мы заинтересованы. Понятно. Евгений, у себя. Можно секундочку, ремарочку, большое спасибо за поддержку. То есть, отвечать на наш вопрос, заинтересованы. Вот я наблюдаю последние два года прямо сплет заинтересованности. Когда мы начинали свою лабораторию делать, ну и честно говоря от нас либо отмахивались, либо игнорировали, либо вообще откровенно наезжали. Что вы там делаете? Вы находите какие-то проблемы, зачем вы об этом говорите? Даже там проблемы у Сименса. Да мы гигантские Сименсы, вы тут чебоксары что-то начали говорить нехорошее. Ну мы с вами как минимум разговаривать не будем. Сейчас ситуация изменилась. Они вас на карте не могли найти, да? Да, чемодан, чебуреки, чебоксары не сработало. Сейчас меняется. И разработчики, и производители. Ну иногда приходится немножко попугать, да, например, сейчас там станция, подстанция 500 кВт отвалится, да, и возможно вас обвинят. Это, конечно, очень сильно ускоряет процесс реагирования, но реагирует и производители железа, и производители софта. Вы же готовы вместе собираться в команду и решать. И вот ремарку. Я не считаю, что мы не должны от мира огораживаться, не должны там полностью новую эволюцию делать. Я прям поражен докладом Эрека. И каково это особенно с УДП. Молодцы, что вы не нарушили ее, сумели убедить, что заказчик при наложенных средствах защиты или инвазивных средствах защиты технологии защититься. Отличный кейс. Я думаю, этим нужно прямо рассказывать на всех площадках. Что в том числе можно сохранять иностранные системы и всякими наложенными другими способами довести его до приемлемого уровня доверия, что мы можем принять эти риски. Я думаю, в ближайшее время, до 30-го года, такой. То есть мы должны брать лучшее и сохранять это дело. Спасибо, Максим. Давайте дальше залу дадим. Евгений Генринович, компания Infotex. Ну, частично Максим прямо снял с языка как бы вопрос, что начало меняться отношение и отсутствие уязвимости на сегодняшний день это не показатель того, что идеально выстроена разработка, а это показатель того, что люди просто, скажем так, не готовы сегодня предоставить свои решения, свое оборудование на тестирование. В целом, ну, я единственное, что хотел бы отметить, очень было интересное обсуждение, я хотел бы отметить, что то, о чем говорил Михаил, это некий будущий, там, идеальный мир, который было бы хорошо, он, действительно, он, скорее всего, об этом надо говорить, об этом надо подумать вопрос. Это недостижимо, а вот то, что не прозвучало, наверное, это все-таки сегодня, как никогда, вырастает роль цифрового моделирования как существующих объектов, так и там создаваемых объектов, для того, чтобы была возможность как на этапе реализации проектов, так и при последующей эксплуатации все-таки обеспечить возможность внесения изменений, осознанных изменений, не понижающих уровень вот этого, той самой киберустойчивости, о которой так много говорят на этом мероприятии. И здесь надо все-таки исходить не от того, насколько это уровень импортозамещения будет достигнут, а все-таки надо исходить от надежности, функциональной надежности того процесса, который мы собираемся обеспечить. И, значит, прежде всего, если мы говорим все-таки о теме АСУТП, это, значит, технологический процесс, результат его деятельности, а все остальное должно обеспечивать вот эти результаты. Спасибо. А вот, кстати, спасибо, Евгений, замечательно сказал, мы действительно чуть не упустили момент. Да, имеются западные средства проектирования, моделирования, даже вплоть до нагрузочного тестирования виртуальных систем АСУТП с последующим переносом их в реал. Это имеется. А российские подобные средства есть? Давайте, коллеги, у зала спросим. Есть у нас, не упускаем ли этот момент, что у нас собственных средств моделирования нет? Или мы просто об этом не знаем, и поэтому не пригласили таких специалистов? Об этом не думают. Дайте микрофон дальнему залу, Асан Саныч. Да. Да, вот сейчас он скажет, что они есть. Или вообще по какой-то идее... Да, коллеги, здравствуйте. Меня зовут Волошин Александр, я директор Центра национально-технологической инициативы, который создан на базе Московского энергетического института. Мы действительно для отрасли электроэнергетики разработали такую систему, она называется цифровой двойник энергосистемы, который позволяет не только заниматься проектированием с точки зрения технологического процесса, но и с точки зрения исследований вопросов влияния киберустойчивости на надежность технологических процессов. Вы ее с нуля написали или тоже это какие-то опенсорсы, какие-то блоки из вулкоринга? Нет, мы ее написали абсолютно с нуля, то есть все расчетные модули, все там дифференциальные уравнения, решения, распараллеливания, все это мы сделали сами. Вот, конечно, есть базовые технологии, типа баз данных, там, операционных систем, которые мы позаимствовали, да, из опенсорса, но все, что касается технологического стека, технологического уровня, это сделали. И, в принципе, вот у нас даже есть с компанией Infotex интеграция, когда мы используем этот цифровой двойник энергосистемы, в котором есть и технологический стек, и виртуальные терминалы, и виртуальная SCADA, и есть платформа для автоматизации действий нарушителей, где мы показываем, как тот или иной нарушитель может привести к технологическим последствиям. Это можно использовать как для проектирования систем, как для испытаний сертификации, так и для обучения персонала. Вот у нас завтра целая секция будет похожим вещам посвящена, я думаю, что мы подробнее сможем рассказать. обязательно придем, послушаем вопросы, зададим. Дайте, пожалуйста, микрофон, вот еще. Я рад, что активная дискуссия пошла. Добрый день, здравствуйте. Начальник отдела ИБ, завод 9, это ОПК. Вопрос вот какой, уважаемые разработчики. Значит, мы последнее время, скажем так, на уровне государства, в том числе, идет речь об искусственном интеллекте, бигдата и так далее. Значит, в процессе сертификации в стековской, любой программный продукт, который должен попасть в перечень, проходит процедуру проверки на НДВ. Значит, вот и вопрос, к вам, как разработчикам, используется ли при разработке, а, ну, кстати, я забыл еще один момент. Значит, мы забываем или вообще проверяются и разработчиками на бинарность компонентов отсорсных, которые при соединении в библиотек, там, или так далее, компонентов блоков могут генерировать негативные протоколы и негативные события. Это раз. Во-вторых, значит, вот самое главное, к чему ведется вопрос мой. Используется ли при разработке алгоритмы бигдата, искусственного интеллекта и как вы видите перспективы вот этого развития в этом направлении? Готов кто? Да, да. Давайте я отвечу. Смотрите, во-первых, что такое используются ли алгоритмы бигдата? Ну, вот GPT сейчас для современного разработчика, любой GPT, это просто быстрый гугл. В том смысле, что нужно написать какой-нибудь там кусочек функции и разработчик типа говорит GPT напиши. Но это не значит, что GPT выполняет его работу. Это значит, что если человек очень хорошо не понимает, что это за функция, где она в структуре и так далее, это будет бесполезно. Это как вот те самые обезьяны, которые пишут Шекспира случайным образом на пишущей машинке. То есть формально ну вроде используется. Если говорить об этом с точки зрения функциональности, то есть используется ли функционал, это отдельный вообще вопрос, да, тоже используется в наш функционал, при этом говорить о том, что в этом есть какие-то особенные риски, то есть кроме тех, которые уже были обозначены, я этого не вижу сейчас, коллеги. Вот, кстати, касаемо вопроса сертификации, по ФСБ, по ВСТЭКу, это тоже один из рисков ОВАСУТП, потому что вот у нас, грубо говоря, есть система, мы еле-еле подобрали какое-то средство защиты, которое не вредит. Послезавтра это средство снимается с производства, послезавтра заканчиваются на него сертификаты, производитель его не продлевает, и мы опять возвращаемся в точку ноль. Ну можно аттестационным центром продлить этот еще. Мы опять вернемся в точку ноль, и опять начнем искать средства. Хорошо, Роман. Да, спасибо. Это тоже проблема такая. Да, согласен, Михаил. У меня помимо коммерческих ролей есть еще и общественные, я возглавляю комитет по информационной безопасности, РПП Отечественный Софт, и вот как раз в пику того, что делают разработчики с точки зрения безопасности, я подтверждаю факт, что пока не все разработчики знают слово РППО и вообще, что за этим стоит, но эта масса растет постепенно, и мы этим занимаемся. То есть у нас в РПП порядка 300 разработчиков коробок, это не обязательно СЗИ, но вот эту линию, которую задал в стэк, что весь код должен быть проверен и обогащен функциями безопасности, чтобы стать СЗИ, это понятно. И вот эту первую часть, что весь код должен быть проверен, он несет в себе безопасность, удобство, снижение затрат на обслуживание, и мы эту философию активно продвигаем. Я уверен, что это займет какое-то время, к сожалению, это не быстро, потому что бизнесу сложно объяснить, что, ну, ребят, вам нужно сейчас инвестировать 15-20 миллионов, чтобы поднять экспертизу, взять инструменты и начать более внимательно следить за кодом, но в перспективе следующего цикла это даст вам определенные преимущества коммерческие. Над этим работа активно идет. Дополню, что я являюсь членом ТК-362, и позапрошлый год через меня много прошло довольно проектов стандартов, разрабатываемых ТК-362 именно по безопасной разработке, а также за последний год довольно много из соседних, ну, так уж извините за жаргон, ТК-комитетов поступило на согласование стандартов, связанных с безопасностью искусственного интеллекта, безопасностью киберфизических систем, безопасностью умного города и так далее. Вот по безопасности больших данных не помню, чтобы был, проходил, да, но, да, это есть. коллеги, спасибо, Роман. Можно я еще, да, по поводу применения Аяя, так сказать, Artificial Intelligence в разработке. Ну, в любом случае это позволяет ускорить процесс разработки, то есть, бизнес, он всегда хочет, чтобы было быстро, дешево, как здесь уже со сцены говорили, это правда. Аяяяй не понимает не понимает синтаксис, он не понимает синтаксис, он не понимает, как правильно это поменить, то есть, это зрелому разработчику упрощает многие вещи, но у этого зрелого разработчика должны быть четкие понимания, как системы строятся и работают. То есть, стопроцентно искусственный интеллект в данный момент заменить разработку не может, но очень может облегчить и ускорить ее. Спасибо. Тут пока думают, я ставлю небольшую ремарку. Уже слышу третью секцию подряд про количество Windows. Наверное, это уже будет не секретом. Три года назад, ноябрь 20-го, мы у себя в экспертном центре проводили небольшую внутреннюю работу составить перечень операционных систем, которые сертифицированы кем-нибудь. ФСБ, СТЭК, Минобороны, СВРовских, по-моему, я не нашел. Неважно, на соответствии, каким требованиям безопасности, либо попавшие пусть даже без сертификата в ретро-минцифры. Мы насчитали 81 операционную систему вместе с их версиями. Версии я имею в виду не так, что 3.11, 3.12 или 3.13, а именно версии с серьезными различиями вот тоже там Рослы, Кобальт, Смоленск и так далее. То есть системы для разных целей, с разного уровня сертификатами и так далее. И вот не помню, сейчас 50, по-моему, 4 заявителя как российских, так и иностранных. Ну, сертифицирован уже не всегда производитель, да, иногда произвел один. Раньше было на сертификат, что мог подать кто-то другой. Вот. 81 операционная система, имеющая или сертификат, и или внесенная в реестр три года назад было. Так что все-таки у нас не две российских системы, не полторы. Это включая сертифицированные версии. Windows мы там считали. Это включая QNX, да, вещи такие, которые, кстати, имели весьма специфические сертификаты. Я думаю, реально их больше, потому что не о всех сертифицированных системах, не о всех сертификатах. Тот же Миномороны, СВР данные не выкладывают. Ну и не надо. Мы брали из открытых. Нет, есть просто операционные системы, которые разрабатывались под конкретные какие-то задачи, одноразовые. Нет, ну, то, что стало известно, то, что мы смогли найти. Но их никто не будет регистрировать. Смысла никакого. Я думаю, нет, я подчеркиваю. Которые прошли какие-то процедуры оценки соответствия. Либо в форме сертификации, либо хотя бы эксперты посмотрели, сказали, это отечественный софт. Похоже, да? На операционную систему. И похож на операционную систему. И внесли его в реестр Минцифры. Не знаю, как за три года. Я вот теперь, послушав три сессии подряд, думаю, приеду, наверное, и дам кому-нибудь своих сотрудников задание заново посмотреть ситуацию. Я понимаю так, что... Какая она в реальности. Да, это коротенькая заметочка. Будет, наверное, всем интересно. Процитируют. Наверное, вот вернусь в понедельник. Ну, вернусь в пятницу. В понедельник соберу своих. Подумаю, кому дам такую задачу. Может, меня кто-то перейдет и уже новая цифра есть. Коллеги, у нас есть время, по сути, еще на один вопрос. Но у нас как раз есть представитель с вопросом в верхней части зала. Да, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые спикеры. Алим Жабалиев, Газпромбанк. У меня такой вопрос. В контексте импортозамещения складывается в целом положительная динамика. Что-то замещается, что-то планируется замещаться. Но по-прежнему есть очень много сфер, где либо недостаточная конкуренция эффективных решений, либо решений практически нет из-за очень узкого, из-за очень таких специфических. Узкая сфера. Раньше западный продукт просто покрывал ее, а сейчас отечественный разработчик не находится, который бы это сделал. То есть никто не хочет автоматизировать. Да, в какую-то сферу никто не хочет лизать. Каковы эффективные меры, как вы видите, как мотивировать разработчиков вмешиваться в эти, разрабатывать такие редкие продукты, потому что очень часто продукт можно будет использовать на одном, на двух. То есть это не массовая история. Как затыкать такие дыры? Да. На самом деле очень хороший вопрос. И как раз он вступает с полемику с тем, что вы говорили. Смотрите, да, вот ко мне приходят коллеги и говорят, давай запилим Екагаву. Я им говорю, давайте запилим парня. Ну, причем не с УТПшной части, а верхнюю уровню. Ну, давайте назовем кратко цифровые двойники, чтобы нет. Я говорю, давайте, парни, запилим. Для начала разговора, вот это действительно Екагавские решения с точки зрения цифровых двойников, это прям, как это называется, передний край. Давайте, коллеги, 3 миллиарда на стол и через 5 лет у нас все будет заработать. Для начала разговора. Да, да, да. Это правда. Они ниоткуда не возьмутся. Я не имею в виду, что это должны в конечном итоге за это заплатят пользователи или государство, а больше никто не является источником. Я могу найти, например, инвестсредства и своих каких-то других проектов взять, но в результате это должно быть переложено туда. А тут-то как раз нас подстерегает вот опасность, о которой, вы говорили как о победе, и это, несомненно, победа, но это опасность, потому что, ну вот мы тут наложили средства защиты, как-то приспособились, так и надо, понятно. Но простой ответ такой. Когда мы сделаем Екагаву? Ответ никогда, потому что никто за это платить не будет. И, соответственно, единственный способ это сказать хорошо, причем, ну вот, опять же тут возникает диссонанс, компиляторы я отказываюсь писать, а Екагаву переписывать соглашаюсь. Почему? Потому что компиляторы там открытые, и можно по-разному с ними действовать, а Екагаву никто тебе новую никогда не продаст. Это закончится, другой не будет. И, соответственно, мы сейчас будем долго думать и страдать, а потом найдем эти самые 3 миллиарда, вот, потому что по-другому не будет. Ну, опять же, это мое мнение. Ир, давайте, и мы будем заканчивать. Смотрите, давайте я отвечу там с двух позиций, да, то есть вот как раз затронута была в том числе финмодель, окупаемость и вот это вот все. И как это, цена за технологический суверенитет, который мы там все как бы так или иначе платим, да, в том числе, ну, как физлицы населения. То, что государство, это те деньги, которые в виде налогов собирают. А есть вторая штука, вот как с позиции интегратора, как раз скажу, вы совершенно правильно вопрос задали, условный. То есть есть лидерские, там, мировые западные решения, да, тот же чекпоинт взять, да. Естественно, ни одно российское наше решение в лоб его не замещает. Поэтому мы, ну, слово колхозим слишком грубое, да, ну, то есть мы как интеграторы смотрим наилучшие решения и собираем из них некий пазл. Два или три даже вендора. Но этот функционал в итоге, он работает. И поэтому сейчас в моменте очень важно, да, что надо решить задачу. Да, это не один вендор, это будет два вендора. Но тем не менее все работает. На несколько лет это хватит. И возможно потом будут созданы условия, при которых, там, не знаю, какие-то стартапы, искусственный интеллект нам поможет, да, там, быстро написать икагаву не за три миллиарда за миллиард, не знаю, как это будет. Но я думаю, в качестве стимула, все-таки ключевой стимул, это деньги. И если заказчик не находит на это деньги, значит, наверное, для него это не настолько критично, автоматизировать этот процесс. Тут опять история, да, если это государственные деньги, то они достаточно, скажем так, токсичны, да, за них отвечать надо. И вот многие даже не связываются с этим, да. Тут вот такая вот палка о двух концах. Это системная история. Спасибо большое, РЭК. Коллеги, две минуты, я говорю итог. Мы сегодня поговорили о проблемах кибербезопасности с ОТП, прежде всего, через призму импортозамещения. Определили ключевые какие-то фундаментальные вещи, таких у нас еще нет, и что необходимо реализовать. Тем не менее, мы увидели, что многие текущие проекты с определенной уровней критичности, безопасности, надежности, тем не менее, они реализуются, и услышали их примеры, поняли, что все равно руки опускать не нужно, можно и нужно делать, нужен стимул, и все-таки, я еще раз повторю, наверное, деньги. А второй момент, все-таки последние два года четко, может, показали, безопаснее каждый может говорить, ну, я же говорил, да, после этого, у нас майка была с такой надписью, они четко показали, что вопросы международного разделения труда в сфере, касающейся национальной безопасности, не стреляют, вернее, стреляют, они не жест не способны. Международное разделение труда годится для индустрии моды, туризма, ну, еще каких-то лайтовых вещей. И IT, как мы ясно увидели за эти два года, а вместе с тем безопасность информационных технологий, IT, это ясно показало, что это сфера национальной безопасности. И мы вот все вместе, коллеги, решаем это, да, где-то с трудностями, где-то с неудачами, где-то с удачами. И на этой ноте скажем большое спасибо и похлопаем нашим замечательным спикерам. И я скажу большое спасибо нашему залу, вам всем, кто принял участие в дискуссии, кто нас внимательно слушал. И я думаю, мы еще и сегодня здесь, и завтра, и при необходимости продолжим дискуссию и найдем время и место. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ